Сколько у них в колонии машины? Сколько машин в колонии? Нет, все нормально. Я сейчас нахожусь в Широкино. Это одна из самых горячих точек на линии соприкосновения. Вчера здесь произошел обстрел, и, к сожалению, встреча контактной группы по режиму прекращения огня не состоялась. Сейчас здесь собрались представители России и Донецкой Народной Республики. Ожидают решения украинской стороны. За моей спиной Азовское море. Екатерина Катина, специальный день из фронта. Чтобы вы в теме были, в теме были по этому. Как мы в аэропорту, мы в аэропорту сегодня уже неделю, неделю со стороны аэропорта выставлены уже наблюдательные посты сегодня, к исходу дня, со стороны Абдеевки будут. Здесь мы, командир, проходите сюда. Здесь вот что планируется. Марина, вот она сориентирована дорога, вот мы находимся. По этой дороге. Вот подразделения Донецка ставят одно, второе, третье наблюдательные посты, которые ведут наблюдения вот этих вот сектора. Ну, они сами выбирали, откуда наиболее вероятное направление открытия огня. Вот отсюда, вот здесь вот будет наблюдательная группа управления. Уже сегодня, сейчас, Александр Петрович, я их с Тельманова забрал, здесь вот они уже на месте. То есть и Украина, и Россия вот здесь, и Донецк, они уже здесь. Сегодня они работают, замыкают вот это вот все на себя, и управление начинается. Мы вот такую схему прибудет, кто-то будет, Александр Петрович, вы точно такие же наблюдательные посты на эту сторону. Это невозможно, потому что нам не предоставляли доступ через блок-посты на дороге. Сегодня нам удалось проехать через эти блок-посты на этой дороге, поэтому регулярно мы будем проезжать дальше. И в сотрудничестве с вами, с Центром, с обоими генералами, мы будем расширять миссию на Востоке. Я как раз акцентирую внимание, вы выполняете свою задачу, но по взаимодействии с нами, если вот постоянно представителям в Донецке, Луганске, Краматорске, я акцентирую внимание, Александр Петрович, если вас где-то задержали, не пропустили, информируйте совместный центр, чтобы мы принимали меры, чтобы завтра этого не было. Потому что когда руководство Донецка, Луганске или подразделение ВСУ узнает об этом, все вопросы разрешаются. Да, это все правильно, и мы действительно так работаем, но единственное, чего требует наша команда, это непосредственного контакта с полевыми командирами на местах. У нас есть контакты с украинской стороной, нам бы хотелось также получить контакты командиров на местах здесь. Мы будем продолжать сотрудничать с центром, безусловно, но для того, чтобы решать вопросы иногда быстрее на самом месте, нам необходимы контакты с полевыми командирами на местах. Я думаю, этих проблем не было до этого. Вопрос взаимодействия с командирами абсолютно никакого не вызывает сотрудничества. До сегодняшнего дня у нашей команды не было контакта с представителями ДНР, с командирами ДНР здесь, в Широкино, и сегодня утром наша команда тоже была здесь, и их не пропускали здесь. Миссия ОБСЕ является гражданской цивильной миссией, и нашей задачей также является устранить, скажем так, военную логику из территории и наполнить ее гражданской логикой. Поэтому ваше предложение очень правильное. Люди, которые здесь живут, они столько уже прожили, столько страдают здесь, они заслужили тишины. Для того, чтобы отстроить свои дома, для того, чтобы провести газоснабжение в дома и начать за нами свою жизнь. Это хорошее начало сегодня. Ламигой versuchen это продолжаем. И, как я сказал во время, это не должен быть одной- Bruй abre. Это должен стать емкошным разговариванием. В оружие будут спокойны сейчас, средства, которые не должны стоять здесь, должны быть с дренов Pepsi anewtwo. Это хорошее начало и давайте продолжать такие усилия. Мы хотим сказать, что перемирие должно здесь держаться, и все вооружения, которые здесь находятся, должны быть отведены. И миссия здесь находится для того, чтобы это подтверждать и убеждаться в этом, и мы будем об этом отчитываться публично. Предлагаю сейчас, согласно предложенному плану, выдвинуться на границу. Там провести еще раз обсуждение вопроса, то, что будет в районе границы. И после этого возвращение. И потом мы возвращаемся к базе, к другому месту. А мы же едем.